40 спортсменов Краевой Федерации фигурного катания. Штучный товар, чтобы эти дети выросли мастерами, в Барнаул приехали московские тренеры. Контракт долгосрочный. Мастер спорта России Екатерина Дунаева здесь, как и дома, любимчиков не выделяет. За бедром. Хорошо. Ну можно мне не на две ноги, а на одну. Можно на зубец приземлиться. На пятистал может встать каждый, считает тренер. Главное не перебарщивать с ленью и соблюдать три правила. Наш спорт, он сложный на координационный, да, и здесь, конечно, больше усидчивости требуется и больше, как сказать, напора, как бы, нежели чем... Ну, как бы гимнастику тоже можно к этому виду спорта отнести, да, бальные танцы. Везде нужно стараться, в любом случае. Как бы тренер помогает, спортсмен старается, родитель поддерживает. Вот этот треугольник нужно обязательно соблюдать, и тогда результат будет налицо. Восьмилетняя Вероника не пропускает ни одного слова тренера. Ее кумир – чемпионка Алина Загитова. Сейчас ребенок учится парить на льду. Я увидела первый раз это в детском садике, вывеску, и мне очень захотелось попробовать, и теперь мне это очень нравится. Я чувствую себя, когда встаю на колючке, мне это нравится, и я хочу продолжать заниматься этим всегда. Десять тренировок в неделю на льду и в хореографическом зале. Девчонки готовы выкладываться на сто процентов. Это знают и ценят в Центральной России. Почему такой интерес у столичных тренеров к нашим детям? Почему они сюда едут и все-таки хотят их учить? А вы посмотрите, ну, смотрите, достижения, да, откуда у нас Алина Загитова из Жевска? Откуда Косторная, Красноярск? То есть те дети, которые из регионов, у них более мотивация, да, выстрелить, нежели дети, которые в центре. Насколько тренеры останутся здесь, зависит от спонсоров федерации. Они помогают платить москвичам зарплату и арендовать лед в торговом центре тоже. Кстати, получить ценные советы могут не только 40 спортсменов федерации, но и новички фигурного катания. Их в Барнауле около 300. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.